Дорожные движения 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 Здравствуйте! Вы смотрите «Открытый диалог» в студии Марат Борисов. На сегодняшний день в городе Кунгуре работают 26 детских садов. Их посещают около 4000 кунгурских ребятишек. Тем не менее, существует проблема с очередностью. Об этом и о перспективах развития в дошкольном образовании Кунгура мы сегодня разговариваем с начальником управления образования Юлией Трясовной. Здравствуйте, Юлия Васильевна! Здравствуйте! Дорожные движения Юлия Васильевна, первый вопрос. Хочется поговорить о проблеме с очередностью посещения в детских садах. У нас есть небольшой материал, есть цифры. Давайте посмотрим, ну, а после чего пообщаемся. На сегодняшний день в детских садах Кунгура воспитывается более 3500 детей. А в очереди, по официальным данным, 1200 ребятишек. В процентном выражении около 25% от всех детей Кунгура сидят дома. Те сады, которые работают в городе, загружены под завязку. Мест на всех не хватает. Вот, Юлия Васильевна, смотрите, от 3 до 7 лет около 600 детей пока стоят в очереди. То есть, вполне вероятно, ведь то, что ребенку уже станет больше 7 лет, ему нужно будет идти в школу, а он до сих пор так и не был в садике. Вообще существуют ли такие случаи? От 5 до 7 лет мы устраиваем 100%. Это уже, если родители сами не захотят посещать детский сад, то это уже, конечно. Но от 5 до 7 лет устраиваем все 100%. Конечно, в основном на очереди стоят дети от 3 до 5 лет. Вот и составляет цифра 589. И самая такая большая масса людей, детей, стоящих в очереди на посещение в детский сад, это от 1,5 до 3 лет. Их у нас 611. А вообще, вот какая перспектива есть для родителей? Ну, к примеру, нет места в детском садике, что как родители я могу сделать? Мы, конечно, ищем пути решения. Каждый год мы открываем группы кратковременного пребывания по 3-4 группы в год. Это по 60 мест. Но мы понимаем, что это, ну так скажем, удобно для тех родителей, которые не работают. Те родители, которые работают, отдать ребенка на полдня, это неудобно. Но группы кратковременного пребывания тоже пользуются спросом. Второй вариант. Мы поддерживаем расширение сети негосударственных услуг. На сегодняшний день в городе Кунгуре есть 12 предпринимателей, которые занимаются развитием дошкольного образования. Это частные детские сады? Это не частные детские сады. Это школа формирования успешного человека. Это школа развития личности. Ну и ИП оформлены у людей, которые тоже занимаются с детьми. То есть это занятие? Да. Это занятие? Да. Ну и конечно же очень нас радует тот факт, что на сегодняшний день подписано соглашение правительства Пермского края с главой города Кунгура о строительстве трех детских садов в период с 2013 по 2014 год. Ну насколько известно, это вообще приоритет правительства Российской Федерации. То есть как президент сказал, что до 2016 года мы должны решить проблему с очередностью в детских садах в стране по целым. А вот как вы считаете, насколько это вообще реально за, получается, два года построить три детских сада? Ну наверняка вы общались с главой города Кунгура, да? Ну мы очень надеемся, что это у нас получится, хотя и понимаем, что это очень огромная финансовая потребность, но очень надеемся. Нам очень необходимы эти три детских сада. Нет, это понятно. И вот в микрорайоне центральном по строительству площадки по седьмому детскому саду, у нас сейчас там ведь есть проект, но там идет, знаете, какая ситуация. Это сейчас поменялись сэнпины и 25 метров от дороги, и здесь не проходит. То есть нет площадки? У нас вообще в городе нет площадок. Ну вот, насколько мне известно, первый детский сад, который должны начать строить, будет располагаться в микрорайоне Первомайский. То есть вот его первый квартал 2014 года, так стоит в планах, такая задача, такую задачу стоит город. То есть, ну понятно. Некоторые жители Кунгура активно пользуются программой «Мамин выбор». У нас есть небольшой видеоматериал, давайте посмотрим. В Кунгуре программа «Мамин выбор» работает с 2010 года. Каждая мама, которая имеет малыша от полутора до пяти лет, не посещающего дошкольно-образовательное учреждение, и имеет право на получение выплаты. Стоит отметить, что в этом году в проекте «Мамин выбор» участвовало почти 1200 получателей. В следующем году проект продолжит свою работу. Юлия Васильевна, каким образом в следующем году люди смогут принять участие в этой программе? Все желающие вступить в проект «Мамин выбор», все люди, которые уже стоят, родители, стоят в проекте «Мамин выбор», они будут также получать ту же сумму, 3000 рублей за минусом подоходного налога, то есть на руки они будут получать 2610 рублей. Понятно. Программа эта работать будет, можно успокоиться. Юлия Васильевна, вот в больших городах существует такая практика, прямо в многоквартирных домах люди открывают частные детские сады. Вот насколько мне известно, в городе Кунгуре, в нижней части города тоже есть такой детский сад. Насколько это вообще законно и стоит ли родителям пользоваться такими детскими садами, вот на Ваш взгляд, Ваше мнение? Ну если этот детский сад имеет лицензию, то это законно. Если у детского сада нет лицензии, то конечно это незаконно. По детскому саду в нижней части города мне ничего не известно. Ко мне никто не обращался в моем подведомстве 26 образовательных учреждений дошкольного образования, которые дают дошкольное образование. В нашем городе есть хотя бы один детский сад частный, лицензированный? Мне это неизвестно. Вот в Перми же не существует получается? В Перми существуют детские сады, но департамент образования города Перми тоже не знает количество этих детских садов. Кто имеет лицензию, кто не имеет. Больше всего, наверное, знает эту ситуацию инспекция по образованию, кто имеет лицензию, потому что именно они выдают лицензию. Ну вот видите, наверное, ситуация-то какая происходит? То есть молодым папам, молодым мамам нужно выходить на работу. Мест в детском садике нет и получается, что и за нехватки мест в муниципальных садах люди вынуждены идти в частные детские сады, которые в принципе получаются не как законом и не контролируются. Да, согласна, но родители должны быть очень бдительны. И прежде всего, чем отправить своего ребенка в какой-то частный детский сад, проверить лицензию, есть ли она. И кто педагог с педагогическим для образования будет следить за воспитанием. Ну то есть это как минимум, наверное, человек должен быть подготовлен. Да. Хорошо. Юлия Васильевна, у нас есть еще один вопрос. Вот этой осенью к нам в редакцию неоднократно обращались заведующие детских садов конкретно об охране детских учреждений. У нас есть небольшой видеоматериал, давайте посмотрим. Вот уже почти год на территории детского сада номер 5 Нагорного собираются ночные гуляки, которых не останавливают ни забор, ни совесть. В январе этого года большая часть детских садов города в деле охраны перешла на аутсорсинг. Пятый детсад заключил договор с охранным агентством «Зодиак». Теперь вместо привычного сторожа, дежурившего днем и ночью на территории сада, установлена охранная система. Только вот под защитой сигнализации и камер видеонаблюдения находится лишь здание детского сада, а прилегающая к нему территория абсолютно не защищена. Итог этого – разгромленные детские площадки, окурки на верантах, битые бутылки из-под алкогольных напитков. Юлия Васильевна, вот такое слово у нас появилось уже в практике несколько лет, как аутсорсинг. То есть раньше, получается, были сторожа, которые охраняли как территорию возле детского сада, так и внутри помещения находились. Сейчас охранные фирмы говорят, что мы можем охранять только то, что находится внутри здания, а все, что снаружи, мы охранять не будем. Вот мне интересно, это откуда вообще появилось? В том году была программа развития предпринимательства в Пермском крае. Мелкого предпринимательства. И действительно, ряд образовательных учреждений передали свои услуги охранной фирме. Но были переданы только имущества, то есть здания. А земля и территория, которая принадлежит образовательному учреждению, она не попала в охрану, потому что не было средств на видеонаблюдение. То есть это только в Пермском крае такая практика? Или в других регионах тоже? Это мне неизвестно, где у нас такая практика. Кто принадлежит? Но в городе Кунгуре, это я тоже не знаю, нам было рекомендовано передать услуги охраны частной фирме. И мы это сделали. Действительно, недоработки есть, как всегда, первый блин комом. Но нашу проблему знают в администрации города, знают Роман Александрович. Мы все очень озабочены этой проблемой. И очень надеемся, что в 2013 году эта проблема будет решена. А каким образом? По выделению средств и установке видеонаблюдения. Сейчас мы прервемся на небольшой блок рекламы, а дальше продолжим. Уважаемые водители, вы можете себе представить, что ваш ребенок пойдет в школу, и машина будет ехать по дороге. И в этот момент остановилась машина, и водитель сказал, есть правило дорожного движения. Если машина едет, то нельзя выходить на дорогу, и водитель должен остановиться. Может пойти мама с коляской, бабушка старенькая или ребенок, мой друг. Послушайте нас, детей. Уважаемый водитель, соблюдайте правила дорожного движения. Не разговаривайте с рядом сидящим человеком. Не разговаривайте по мобильному телефону. Не обгоняйте в городе. Не превышайте скорость. Будьте осторожны на перекрестке. Я Влад Максимов. Мне 8 лет. Я знаю, как сложна работа водителя. Я в будущем буду таксистом. Уважаемый водитель, это Филипп. Как у вас дела? Я думаю, хорошо. Вы же не лихач, а хороший водитель. Да, вы едете по дороге. Вы ведь по правилам едете. А если без, то вас спасают. Будьте всегда хорошим водителем. А может быть, кто-то погибнет за вас. Я этого не хочу. 18, 19, 20 декабря получи вип-скидку по своей дисконтной карте и покупай все, о чем раньше ты только мечтал. Для владельцев вип-карт скидка становится еще больше. Это завораживает. Это притягивает взгляды. Это вызывает желания. И этим хочется обладать. Новые ювелирные коллекции в сети Золото-люкс. Новогодние предложения со скидкой 20%. Золото-люкс. Любите сердцем. Дарите с душой. Женови. Искусство покорять. Евростиль. Это стиль для Наташки, Сашки, Машки, Маринки. И дашки для работы. И для наслечения. Для вечеринок. И для дня рождения. Евростиль. Стиль твоей жизни. Евростиль. Магазин «Каскад» на улице Советская, 15А. Предлагает большой выбор снегоуборщиков и тепловой техники. Для зимних развлечений. Снегокаты, санки, лыжи и коньки. Выбирайте в магазине «Каскад» бытовую технику. От телевизоров и DVD-плееров до холодильников, газовых плит и стиральных машин. Магазин «Каскад». Рядом с заборной площадью. Наш телефон 2-11-74. Фигурные и хоккейные коньки любых размеров. Куртки и горнолыжные костюмы. Огромный выбор и отличные цены. Магазин «Спринт». Ощути свободу движения. Вы смотрите «Открытый диалог» о проблемах и о перспективе развития дошкольного образования в городе Кунгуре. Продолжаем разговаривать с начальником управления образования города Кунгуре Юлией Трясовной. Юлия Васильевна, наш следующий вопрос касается родительской платы за те услуги, которые предоставляет детский сад. Есть небольшой материал. Давайте посмотрим. 6 декабря этого года на заседании городской думы рассмотрели вопрос по изменению оплаты за содержание детей в муниципальных детсадах. Как пояснила начальник управления образования Юлия Трясовна, от 25 до 30% детей периодически не посещают сады. Причем добрая их половина по неуважительной причине. В связи с этим и было принято решение изменить условия оплаты за посещение дошкольных образовательных учреждений. Юлия Васильевна, хочется понять, что такое уважительная причина непосещения и неуважительная причина непосещения в детском саду. Давайте начнем вот с чего. То есть 1 июля вступил в Сену закон об образовании, где внесены изменения в этот закон. И там есть такое уточняющее понятие содержания детей в общеобразовательном учреждении дошкольного образования. Это осуществление присмотра и ухода за детьми. Что это значит? Если мы сейчас с вами начнем разбирать стоимость содержания ребенка в детский сад, то посмотрим, что в эту стоимость входят коммунальные расходы, заработная оплата всех сотрудников детского сада, это питание, ну и прочее содержание детского сада. Сколько стоит ребенок в год в город? Ну, отходится вообще? В каждом саду по-разному. Это зависит от типа здания, благоустройства, года постройки. Ну, в среднем. В среднем есть сады, где стоит ребенок 56 тысяч в год. Содержание ребенка стоит, да. А есть где 80 тысяч. И родитель платит из этих средств 20%. То есть поэтому и получается, что у кого-то квитанция сумма побольше, у кого-то поменьше. Да, смотря какой детский сад ребенок посещает. Но с 1 июля из стоимости содержания услуг ребенка в детском саду исключена заработная оплата педагогов и расходы на реализацию образовательной программы. Это получилось где-то 73%. А кто это теперь оплачивает? Это взяло государство обязательства на себя. У нас взял муниципалитет. То есть город? Город. В данном случае городской бюджет? Да. То есть я так понимаю, что люди-то сейчас стали платить меньше? Вот на сегодняшний момент происходит перерасчет. Родительская плата в детский сад и добросовестные платильщики родители. Вот света, да? Да. С момента вступления в силу закона. Да. И вот сейчас пересходит перерасчет этой родительской платы. И те родители, которые добросовестно платили за детский сад, они не получат квитанции в декабре месяце. Потому что происходит перерасчет и этим все закроется. В среднем где-то стало за день на 10 рублей меньше родительской оплаты. И поэтому мы не... Это 200 рублей в месяц где-то в среднем получается, да ведь? Да. Ну и в год где-то около 2400 рублей. Да. А все-таки вот хочется вот о чем поговорить. То есть произошли изменения. То есть проспал я, не привел ребенка в детский сад. Вот я сейчас тоже сказала о стоимости содержания ребенка, да? Вы не пришли по уважительной причине в детский сад. Но мы платим коммунальные услуги, да, в этот день. Платим за эту же зарплату педагогам. И получается так, что за 2012 год мы не собирали 11 миллионов родительской платы. Хотя она нам уже в бюджетное содержание. Ребенка в детском саду не учтена в бюджете. И 35% все пропуски без дневожительной причины. И поэтому и было принято решение такое, что только если ребенок не посещает детский сад по уважительной причине, только тогда мы и не ставим ему днев посещение. За остальные дни родители будут оплачивать и коммунальные услуги. Мне-то вот что хочется, чтобы поняли наши телезрители. То есть вот, к примеру, вот я проспал или не захотел я, там еще что-то выходной у меня, не хочу я ребенка в детский сад везти, это будет неуважительная причина, правильно я понимаю? Вот неуважительная причина. Другой момент. Мы с ребенком поехали в санаторий. Там, не знаю, вообще за территорию города Кунгура куда-нибудь, да, и там лечимся и проходим курс лечения или что-то в таком духе. Это будет уже уважительная причина. Это будет уважительная причина. И в этом случае, получается, тот, кто пропустил детский сад по неуважительной причине, оплата ему сохраняется, правильно я понимаю? Да. За детский сад. Ясно. Но не будет учтено питание в этой оплате, она будет маленькая тоже. Мы просчитали. Но коммунальные услуги. Это будут только коммунальные услуги, да. Она будет небольша, невелика. Питание там уже учитываться не будет, потому что у нас тоже львиная доля – это питание. А раз для вашего ребенка не были запланированы продукты питания, то, конечно, в этот день вы за продукты питания платить не будете. Там тоже будет определенная методика. Хорошо. Юлия Васильевна, перейдем к следующему вопросу. Он касается кадров. То есть, поговорим о тех людях, которые занимаются воспитанием детей. Также у нас есть небольшой материал. Давайте посмотрим. На сегодняшний день в 26 детских садах Кунгура воспитанием и образованием детей занимаются более 200 воспитателей. Большая их часть – люди предпенсионного возраста. Есть и работающие пенсионеры. Средний возраст воспитателя по городу – 48 лет. В последние годы коллектив практически не обновляется молодыми кадрами. Юлия Васильевна, меня, если честно, эти цифры испугали. Получается, что молодые специалисты не идут работать в детский сад. Я думаю, это понятно. Почему это, в первую очередь, заработная плата? Интересно бы понять, если молодой специалист сегодня приходит работать в детский сад, сколько государства готово ему платить? Я с вами согласна, Марат. Действительно, заработная плата молодых специалистов, особенно воспитателей, очень мала. Она составляет примерно 6-7 тысяч. То есть, это месяц. Человек должен с детьми, неся большую ответственность за здоровье детей, за воспитание подрастающего поколения, 20 дней получается где-то в среднем месяце он находится на работе, несет большую ответственность, и за это получает 6 тысяч рублей. К сожалению, это так. Примерно. Тенденция вообще какая? На сегодняшний день сосчитан бюджет уже на 13-й год, и очень радует, что мы среднюю заработную плату воспитателя к концу 13-го года должны поднять до 24 тысяч. Это будет средняя заработная плата. Конечно, молодые специалисты будут получать поменьше, там стажисты побольше. К концу 2013-го года? 2013-го года. Бюджет средств уже запланирован. В бюджете средств запланирован. Молодые специалисты в среднем сколько будут заработать? Я сейчас тоже вам так сказать не могу, нужна, потому что там специальная методика, смотреть сколько он часов отрабатывает и уже... Если сейчас средняя заработная плата среди воспитателей по городу Кунгуру 10 тысяч, а вы говорите в среднем она будет 24, то есть это как минимум в два раза человек должен получать больше. Да. Ага. Понятно. А то, что касается сейчас не воспитателей, а специалистов, например, музыкальных работников, инструкторов по физической культуре, по психологам... Это тоже относится к педагогическому персоналу. У них тоже будет повышена заработная плата. Ага. А специалисты сейчас вообще откуда приходят? Ну, как правило, то есть у нас, не знаю, педучилища. Ну, к сожалению, из педучилища у нас приходит очень мало народу работать сейчас, детские сады, очень мало. То есть, если взять, например, практику государства лет 25 назад, я помню то, что вот у меня у самого родителей преподаватели, они заканчивали учебное заведение, у них уже было распределение. То есть сейчас такого нет? Сейчас законно мне предусмотрено распределение, и специалисты сами выбирают себе место, где ему лучше, где ему выгоднее. Ага. Ну, на Ваш-то взгляд, что-то... Но мы очень надеемся, что с повышением заработной платы мы привлекем в себе молодых специалистов, которые придут к нам работать в наши детские сады. То есть у людей будет мотивация? Да. Юлия Васильевна, это был последний на сегодня вопрос. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. До свидания. До свидания. Те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, на самом деле очень серьезные. Ведь речь идет о воспитании наших детей, подрастающего поколения. И хочется верить, что те перспективы, которые перед тобой ставят государство, будут работать. Это касается и заработной платы педагогического персонала, и строительства новых детских садов. Это был «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Страховая компания «Рост Госстрах» приглашает на работу эксперта по осмотру транспортных средств. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, белая зарплата. Требования – высшее или среднее техническое образование, опыт работы, водительское удостоверение, пользователь ПК. Телефон для справок – 342-215-55-15. А я знаю, какой подарок понравится и жене, и тёще, и сестре. Тарите посуду на счастье. Приезжайте на склад номер 3 «База Заря» для приготовления еды и сервировки стола. Здесь любая посуда, кухонные аксессуары и полезные мелочи для дома. Склад номер 3 «База Заря». Готовить и кушать – приятно. Дома – чисто и опрятно. А вторикам – скидки 10%. Решили сменить обои? В выборе поможет магазин «Всё для дома». Весь декабрь – предновогодние скидки до 50%. Здесь вы найдёте то, что давно искали. Спешите сделать правильный выбор. Кто здесь? Веселее работаем. Техника, которая радует вас. Корпорации «Центр». Новогодняя распродажа. Скидки до 50%. С 12 по 31 декабря. Отличная организация. Таких цен на натуральные шубы вам ещё не предлагали. Только 17 декабря в Театре молодёжи меховые изделия фабрики «Арктика» по новогодним ценам. Утоновая шуба – 9 900 рублей. Норковая шуба – производство «Город Киров». Кредит без переплаты. Суббота – 15 декабря. В Тенгурии ожидается область. Без осадки. Гетоэтора воздуха ночи минус 35 градусов. Днём – до 29 градусов ниже нуля. Атмосферное давление – 771 мм, топлива столба. Ветер север-запад – 3 метра в секунду. Зима, холода, погода отличная, солнышко светит. Под ногами снег. Единственное, что бы песочка вовремя посыпали, было бы вообще красота. Так, зимой наконец-то уральская пришла. И... Новый год на носу! Праздники! Это же хорошо! Это радость! Уважаемый водитель, это Филипп. Как у вас дела? Я думаю, хорошо. Вы же не лихач, а хороший водитель. Да, вы едете по дороге. Вы ведь по правилам едете. А если без, то вас спасают. Будьте всегда хорошим водителем. А может быть, кто-то погибнет за вас. Я этого не хочу. Уважаемые водители, вы можете себе представить, что ваш ребенок пойдет в школу, и машина будет ехать по дороге. И в этот момент остановилась машина, и водитель сказал, есть правила дорожного движения. Если машина едет, то нельзя выходить на дорогу. И водитель должен остановиться. Может пойти мама с коляской, бабушка старенькая, или ребенок мой друг. Послушайте нас, детей. Уважаемый водитель, меня зовут Ксюша, мне 8 лет. Прошу вас об одном отложении. Всегда соблюдайте правила дорожного движения. Потому что очень часто дорогу переходят маленькие дети. И если у них не осталось времени ее перейти, пожалуйста, не надо торопиться. Если кто-то уже сжимает на газ, посигнальте ему и через окно скажите. Пусть они сначала дойдут до конца пешеходного перехода, а потом уже начинают сжать на газ. Будьте хорошим водителем. Но я никогда не хочу видеть перевернутые машины и погибших людей. Уважаемый водитель, соблюдайте правила дорожного движения. Не разговаривайте с рядом сидящим человеком. Не разговаривайте по мобильному телефону. Не обгоняйте в городе. Не превышайте скорость. Будьте осторожны на перекрестке. Я Влад Максимов. Мне 8 лет. Я знаю, как сложна работа водителя. Я в будущем буду таксистом.